Вопрос. Вам нравится заправка для салата из масла и уксуса? Лично я обожаю салат из айсберга с помидорами и капустой. Но вот в чем прикол, масло с салатом не смешиваются. Но несмотря на это, данная комбинация – это настоящая классика. Как же это связано с туфлями и джинсами – тот же принцип. В теории это звучит как плохая комбинация, но если грамотно надеть туфли и джинсы, то они могут выглядеть потрясно. Первое правило – необходимо носить подходящий тип туфель. Когда мы говорим туфли, то мы сюда включаем большую палитру разнообразных стилей, которые можно надеть с костюмом или кэжуал нарядом. Давайте начнем с черных Оксфордов. У них будет закрытая черная шнуровка. И эти туфли лучше оставить для костюма или смокинга. Их лучше не надевать с джинсами. Хотя некоторые умудряются это сделать. Хотя, на мой взгляд, это некорректно, так как эти туфли слишком формальные. Вы, наверное, спросите, а как насчет Оксфордов с узором Балмара на носке или легким брагированием? Ну что сказать, черные туфли в целом не так просто сочетаются с джинсами. Кстати, не забывайте, что есть много деталей, которые делают туфли формальными. Это не только цвет, вы можете подумать, что вот коричневые туфли, все в порядке. Но это не так. Взгляните на стиль. Это холкоты. Это, пожалуй, самый формальный тип туфель, хоть они и темно-коричневого цвета, но их стиль делает их большей частью формального гардероба, а не кэжуал, которые можно было бы надеть с джинсами. И вот еще пример того, когда цвет обуви может и говорить о том, что это кэжуал. Но стиль нам говорит обратное, что это больше формальная вещь. Это те же Оксфорды с закрытой шнуровкой. Они тоже формальные. Они могут сочетаться с кэжуал костюмами, но я бы не рисковал надевать их с джинсами. Давайте перейдем к обуви, которая будет отлично смотреться с джинсами. И начнем мы с брогов. Мы знаем, что это броги по вот этой перфорации в коже. Она делает эти туфли более кэжуал. Вот что вам надо, более повседневные туфли. Темный оттенок будет придавать им немного строгости. Но это все еще коричневый, а не черный. Поэтому такие туфли уже можно надеть с джинсами подходящего цвета. Еще один стиль туфель, который хорошо сочетается с джинсами, это блюхеры. Блюхеры уже идут с открытой шнуровкой, что делает их уже более кэжуал. Как это понять? Задняя часть туфель, пятка, нашита поверх передней части носка. Это видно вот тут. Поэтому, когда смотрите себе кэжуал туфли, то обращайте внимание на шнуровку. Открытая шнуровка делает туфли более повседневными, поэтому данные туфли, начиная от цвета и заканчивая отделкой, все это показывает, что они кэжуал и сочетаются с джинсами. Как насчет монгов? Ваши ставки, эти туфли можно носить с джинсами различных моделей. У этой модели мы видим контрастную кожу. Это делает данные туфли более кэжуал, поэтому в целом носок, ремешки, все это делает их кэжуал. Тут двойные, есть одинарные монки. Любые можно надеть с джинсами. А как насчет таких вот черных, ну тут спорно, я думаю, что можно надеть такие, например, с черными или серыми джинсами. Но в целом я бы придерживался цветных туфель. Что же делать с правилом сочетания ремня и туфель? Оно также применяется, когда носишь джинсы и туфли? Ну что ж, господа, это вопрос с подковыркой. Вот такая комбинация сработала, если бы вы пошли на день независимости. В светлых джинсах и рубашке. Такая комбинация прокатит. Она не должна как-то сочетаться. Тут речь больше о том, чтобы поддержать ваш наряд в целом. Ну а по факту правила сочетания ремня и обуви – это базовое правило. Когда вы знаете правила и хотите, чтобы вещи сочетались друг с другом, например, это не прям идеальное сочетание, но вы видите блики затемнения в ботинках. Это делает так, что они хорошо сочетаются с этим ремнем. Далее у нас идут лоферы. Вот эти – это пенни лоферы. Это классическая модель. Что мне нравится в пенни лоферах, в целом это casual обувь. Поэтому данный стиль спокойно можно носить с джинсами, особенно в течение лета. Будь это темно-коричневый или светло-коричневый. Все туфли, о которых я сегодня упоминал, не обязательно выбирать только гладкую кожу. Можно выбрать замшу, которая отлично смотрится с джинсами и добавляет в текстуры. А как же насчет ботинок? Многие, наверное, поспорят, что это не туфли, но тут как посмотреть. Они из одной категории, и если вы ищите себе функциональную вещь, которая будет сочетаться с большим количеством нарядов, то вот такая пара ботинок – это отличная вещь в вашем гардеробе. Ну или вам нужно что-то более формальное, что можно надеть с костюмом в плохую погоду, тогда Челси. Вот, зацените эти чуки. Их спокойно можно надеть серыми фланельками. Я бы не стал рекомендовать надевать их с костюмом, а вот с джинсами в самый раз. А как быть с черными ботинками? Они попадают под те же правила, что и туфли, которые нельзя надевать с джинсами. Пожалуй, скажу, что нет. Потому что их стиль четко дает понять, что это кэжуал вещь, и ее можно надевать с джинсами. Но отдайте предпочтение темной джинсе, чтобы избежать контраста. Второе правило – правильное тип джинс. Первым делом смотрим на размер. И чего стоит избегать, так это зауженных джинсов, а также слишком широкие и длинные джинсы. Что нам нужно, так это джинсы, которые пропорционально бы сочетались с туфлями. Джинсы, которые хорошо сочетаются с туфлями – это слегка узкие или обычные. Теперь давайте обсудим цвет. Какой цвет лучше всего подойдет? Лично я предпочитаю темные индиго. Можно выбрать черные или темно-серые. Ну, можно позабавиться и добавить цвета, скажем, синие, красные или даже белые. Они все могут сочетаться с туфлями. Конечно, если вы подбираете подходящие туфли. Есть правило, что чем светлее джинсы, тем более светлыми должны быть и туфли. Соответственно, темные джинсы с темными туфлями. Есть такие расцветки, которые я бы не рекомендовал. Например, затертые. Это мне напоминает о 80-х. Поговорим о стиле. Основное правило – чем проще, тем лучше. Потому что мы хотим привлечь внимание к туфлям. Именно они будут привлекать комплименты и внимание. Джинсы – это, скажем, холст, на котором мы будем уже рисовать остальными частями гардероба. Будьте аккуратны со всякими нашивками, рисунками или слишком много дырок. Это нас привело к третьему правилу – правильная комбинация. А именно, все сочетать вместе. Итак, одна вещь, которую я советую – это избегать мешковатых джинс. Уверен, есть парни, которые скажут «Знаешь, Антонио, я могу позволить себе надеть такие джинсы». Ну, может, вы такой крупный парень, то такой наряд, возможно, будет на вас смотреться вместе с такими громоздкими ботинками. Поэтому, да, большие пропорции. Важно следить за пропорциями. Поэтому скини джинсы, даже если вы худой парнишка, на фоне таких джинс туфли выглядят слишком большими. Особенно, если у вас большой размер. А вот если у вас маленькая нога, и вы надели узкие джинсы, и они сочетаются, тогда делайте, как знаете, если пропорции соблюдены. Следующая часть о том, как добиться правильного сочетания. Это понимание того, какие цвета друг друга поддерживают, и какой контраст вы хотите получить. Итак, сочетание цветов – это когда цвета естественным образом подходят друг другу. Мы это можем посмотреть в палитре. Но в целом, если обобщить, то синий. Мы видим, как он доминирует в мужской одежде. Все потому, что он очень хорошо сочетается с большинством других цветов. И в особенности с коричневым. Тут мы можем уже увидеть и красные, и оранжевые оттенки. Потому что все они относятся к коричневой гамме. Поэтому все вариации коричневых туфель, будь то темные или светлые оттенки, когда вы их надеваете синими джинсами, будь это индиго или светлые, то данная комбинация синего с коричневым будет работать. Поэтому я и рекомендую для начала попробовать темные индиго джинсы, потому что они сочетаются с очень большим разнообразием коричневой обуви, которая, скорее всего, у вас уже есть. А с чем же еще мне надеть черные джинсы? Конечно, их можно носить с черной обувью, но, как мы говорили ранее, что не так много черных туфель есть на выбор, который можно сочетать с черными джинсами, потому что черные туфли всегда будут формальными. Я бы рекомендовал кроваво-красные, и есть еще несколько вариаций коричневого, которые тоже подойдут. Простой способ, чтобы понять, можно ли надеть туфли с черными джинсами, это просто взглянуть на подошву. Видите, что она черная, а это значит, что тот, кто сделал туфли, решил, что это будет хорошая комбинация. Я тоже так считаю, что это хорошая комбинация, поэтому вы можете спокойно надеть их с черными джинсами. Что насчет светлых джинс? Светло-серые, синие, коричневые, белые. Вот эти будут выглядеть потрясно, особенно с той комбинацией, когда они не сочетаются слишком близко. Поэтому белые, серые или синие с этими туфлями восхитительно. А как же насчет коричневых? Ну, если вы решили взять бежевые штаны, то наденьте их с чем-то похожим. Ну, или можно попробовать вот такие бесцветные. Они сочетаются с белым и бежевым. Следующее правило очень простое, но так много парней наступает на эти грабли, обращайте внимание на дресс-код. Мне нравится комбинация из туфель, джинсов и спорт пиджака с рубашкой. Но поймите, что это не костюм. Если дресс-код требует костюм формального вида или бизнес-наряд, то запомните, что джинсы не вписываются в эту категорию, поэтому не пытайтесь сделать из этого наряда то, чем он не является. Это не костюм, потому что костюм это пиджак и брюки из одного и того же материала. Обычно из шерсти. В старших классах я носил техасский смокинг. Это когда-то надевал черные джинсы, ботинки и смокинг, потому что в нашей местности это было простительно и допускалось. Следующий пункт. Обращайте внимание на отдельные вещи. Если вы собираетесь сделать презентацию перед командой и вы надеваете спорт пиджак, рубашку, галстук, то, скорее всего, вам подойдут вот такие вот туфли. Вот эти ботинки отлично подойдут к тем же джинсам, если вы собираетесь встретиться со своими друзьями. Но при этом, если вы уже наденете просто футболку или кожаную куртку, то вот эти ботинки будут лучшим выбором для наряда. Какое видео смотреть дальше? Как насчет того, как одеваться для вашего типа телосложения? В сегодняшнем видео я упомянул об этом, когда говорил про типы джинсов. Поэтому гляньте это видео, чтобы узнать, как одеваться для вашего типа тела. Субтитры создавал DimaTorzok